Всем привет, ребят! С вами Imperator Prime и по просьбам подписчиков, которые люди начинают играть в War Thunder. Поэтому видео снято в целях того, что я успел за 10 дней изучить в War Thunder. Поэтому, кто будет смотреть новые или старые игроки или профессионалы именно по War Thunder, ребят, сильно не судите. Поэтому хотел бы показать ребятам, именно своим подписчикам, что в принципе, как играть, что интересно, какие всякие нюансы и тому подобное. В первую очередь хочу отметить, сразу же я хочу отметить, играя в War Thunder нужно приобрести однозначно прям танк. Потому что я, к примеру, все, кто говорят насчет выкачки танков, я вам скажу, что качаются танки вообще. Вот я буквально у меня 10 дней я откатал, короче, в War Thunder, грубо говоря, где-то так. Ну, приблизительно, я не считаю, прям дни, часы. Но у меня, ребят, за 10 дней я вот что смог выкачать. То есть практически 3 линии. Вот 4 ранг, вот туда-сюда, вот уже осталось 52-2000, короче. И все, у меня уже 44-ка. Это 44 откроется, середина 4-го ранга, ребят. Туда-сюда, вот уже тут уже не за горами как бы это. То есть танки здесь качаются быстро. Но, опять же, скажу так, что мне кажется, я тут сейчас еще дней там... Ну, за месяц, короче, я выкачаю все, все советскую линию за месяц, думаю, качну. Но при этом, что самое главное, ребят, из всего этого? Из всего этого самым главным являются премиумные машины, которые дают вам формить именно львы. Вот. Фишка в том, что выкачка очень быстрая. Но покупка техники не так уж и быстрая. Потому что, вот, к примеру, внизу цена, видите, красненький говорит, 230 тысяч львов нужно, чтобы нафармить, ну, купить этот танк. Поэтому, все-таки, здесь такой специфический, ну, прем нужен однозначно. Здесь не как в Армате, все быстро хоп-хоп, по 20 прем танков в ангаре стоит, акции миллиард там и тому подобное. Но здесь есть другая фишка. Здесь, каждым днем, когда вы заходите, каждый день, даже если вы просто зашли на 5 минут, на 5 секунд, вам дают всякие бонусы. Вы можете львы выиграть, вы можете всякие бусты выиграть. Там плюс 100, плюс 150, плюс 300, короче, к заработку. То есть, разные фишки. Поэтому выкачивается однозначно. Ну, какой-нибудь один прем я советую приобрести. Ну, вот, по премам я отдельно сниму, какие одни из самых таких нагибучих. Вот, поэтому, так могу сказать, что ИС-6 бомбезный и, в принципе, Т-29 советую очень. Короче, вот такие два танка просто охренительные. Поэтому, в первую очередь, вот эта вот такая канитель. В дальнейшем, ребят, что, в принципе, я бы посоветовал? По настройкам, конечно же. Здесь, в настройках игры, очень много всего. Просто жестяк. Вот, поэтому очень важно расположение кнопок, как и чем вы будете пользоваться именно в разных режимах. Потому что есть АБ, аркадные бои и реалистичные бои. Разница между ними в том, что, ребят, именно в реалистичных боях танки врага не подсвечиваются. И приходится часто пользоваться биноклем. Вот. И есть также у нас аркадные бои, которые, в принципе, привычны всем аркадчикам. Танки врага подсвечиваются, танки союзника подсвечиваются. Можно стрелять, можно бомбить. Все четенько. Вот. Ну, как бы вот так вот. То есть, в принципе, не так уж и сложно. Хотя, говорят, мир ваншотов. Но, хренушки, я не согласен. Не так уж и мир ваншотов. Есть танки, которые прям вообще хрен пробьешь. Плюс надо, конечно же, выкачивать модификации. Модификации все очень просто. По модификациям на любой танк наводите. Правая мышка. И вот вам модификации. Короче, появляются. Вот модификации. Купи, вы едете на этом танке и выкачиваете. В первую очередь, что нужно, ребятки, выкачивать, конечно же, это запчасти, ребят. А запчасти, если вам там сбьют каток или еще что-то, вообще двигатель повредят, вам надо ремонтировать. Ремонтироваться, поэтому вот эта штука в первую очередь. Потом, конечно, советую ППО качать. То есть, чтобы огнетушитель у вас срабатывал. Два огнетушителя. У вас есть, если она загорится, ну, я лично, я выкачиваю, конечно, потом в дальнейшем снаряды. То есть, горизонтальный привод, снаряды, пристрелочку, вот эти вот три я лично выкачиваю. А потом уже ППО, вот эту всякую фигню. И в последнюю очередь, вот эта наподвижность, двигатель и все остальное. То есть, танк будет классно ездить, когда вы уже выкачаете трансмиссию и двигатель. Вот эти вот два параметра, и у вас уже все начнет просто летать. И быстро ездить, скажем так, вот. Поэтому, и, естественно, конечно же, ребятки, не забываем про перки, которые качаются. Вот, экипажа. Вот, что из самых основных, то, что мне, в принципе, зрители советовали вообще. Конечно же, ремонт качать. Везде, у кого только есть, это полевой ремонт. То есть, вы за опыт катаете, вам дают полевой ремонт. Да, вот смотрите, вот они. Опа, и все. И я применяю вот таким способом и прокачиваю ремонт. Здесь наводите, все написано. В общем, быстро у вас будет ремонтироваться танк в бою. Вот. В дальнейшем наводчика наведения очень важно. Навык наведения орудия влияет на скорость и точность наведения. Поэтому наведение очень важно. Однозначно. Опять же, полевой ремонт. И так везде. У командира танка полевой ремонт. У заряжающего полевой ремонт. Все, чтобы танк максимально наводился, точнее, ремонтировался быстро. Ну и также у заряжающего, одно самое главное, это заряжание орудия. Потому что надо, чтобы КД было быстрее. То есть, сами понимаете, этот параметр тоже. Поэтому полевой ремонт, заряжание. Я то, что в данный момент вот сейчас там выкачиваю. В принципе, вы можете определить. Есть вот по определению дальности. То есть, иногда, когда очень далеко танк, в АБ режиме, в аркадном, там не очень так видно. Крестик пропадает. И вы уже, в принципе, попасть не можете. Потому что невозможно определить дальность. Поэтому вот этот параметр нужен для вот этого. Вот. Ну, тут все понятно. Радиосвязь навык влияет на расстояние. В пределах которого отображается противник обнаружения игроками союзной команды. И вот зоркость данной умения влияет на дальность обзора экипажа танка в направлении корпуса танка. В общем, зоркость тоже очень важна. Кто именно вот артиллерия тоже очень важна. Такая штука. Точность целеуказания артиллерии. То есть, насколько маленький круг будет и точно артиллерия влупит туда, куда надо. Именно в маленькую точку, а не в большую. И запрос, чтобы быстрее перезаражался артиллерийский удар. Ну, кд артиллерии, скажем так. Чтобы вы чаще могли вызывать. Но самое главное, опять же, влияет. Каким способом я вот так вот быстро все вот это качаю и все остальное. Опять же, все, короче, реально здесь за скилла. Потому что люди, которые не умеют играть, не понимают, как и все остальное. Конечно, их ваншотят быстро. В принципе, всех могут ваншотить. Но самое лучшее и качаются все танки, ребят, в реалистических боях. Вот. Потому что я, примеру, там с выстрела. Там один, два, три танка там убил. И за одно убийство дают очень неплохо. То есть, примеру, я могу к опыту танка прокачиваемого. К примеру. Вот. Ну, скажем так. Вот, к примеру, танк. Ага. Там 54 тысячи. Вот как раз в реалистичных боях я могу от 6 до 10 тысяч на танк качнуть опыта за один бой, ребят. От 6 до 10 лично я пока. Вот. А если, к примеру, идти, ребятки, в режим аркадных боев, то тут, блин, полторы тысячи, 1600, 1700, две. Ну, две с половиной, я не знаю, там, сборим пополам как-то вот так вот. Ну, лично у меня, вот там у статистов суперкрутых, там, не знаю, там, больше может. Ну, короче, в разы. То есть, в РБ заменяет, как реально, 3-4 боя именно в аркадных боях. И поэтому качается все очень быстро. Чувствуете, равенство там по полторы получать или по 6 или 8. То есть, ну, 2-3 боя точно, короче. Ну, лично, ну, трешка должна. Главное, там, пользоваться именно, ну, в общем, поехали, я вам покажу, как, что, куда, к чему. И мы рассмотрим всякие маленькие. Вот так, ребят, мы находимся на поле боя. В первую очередь, хотел бы, что и отметить. В настройках, в графике есть такая фишка дальность травы. То есть, можно накрутить ее, и все поля, все просто везде, даже на огромном расстоянии, будет везде вид на травах. В РБ я советую поставить это в значение максимум до 40%, там, 30-40, ну, вот, где-то в таком вот диапазоне или наполовинку. Зачем, что это дает, ребят? Я вам покажу, что это дает. Видите, вокруг трава меня. То есть, графика для вас, как бы, не меняется. Все красиво. Но, помимо этого, если посмотреть через бинокль, ребят, представьте, что вот там вот враг за деревом. Вот, куда я поворачиваю, вот эти вот деревья, кустики. Смотрите. Видите, что у меня получается? У меня получается, там нету травы. Поэтому, это очень важно, потому что трава очень мешает обзору. Когда ты смотришь, и у тебя везде трава, везде деревья, везде трава. Вы, наоборот, ставите себе, делаете хуже, вроде графика. Но, вам главное создать возле себя. То, что вы едете вокруг трава именно. То есть, вы вот едете, вот смотрите, вот трава, как она будет появляться вдали. Оп. Вот именно. Последний куст. Видите, травы? Вот. Вот. Еще один появляется. И он постепенно проявляется. Вот, как бы, вот так вот. Но, при этом, вы видите, в конце, более такое, скажем так, лысое поле, которое очень приятно вам видеть врага. И обязательно смотреть с помощью бинокля. Поэтому, бинокль в настройке по клавиатуре, это очень важно. Вы сами, я лично стандартно не пользуюсь. Я все практически поменял под себя. Ну, shift у меня остался, короче, в районе прицеливания. Видите, огнетушитель на кнопке E. Тоже, там, заменяющий экипаж тоже на кнопке E. На мышке у меня, короче, вызов самолета. Ребят, вот, E нажал. И все. Сейчас спущусь вниз. Почти, почти спустился. Меня лупят. У меня сбоку здесь самолет. То есть, если там в авиацию надо полететь, я просто, хоп, мышкой вожу быстро. И нажимаю кнопочку, короче, вот, полететь. В бою, именно в этом, в аркадных боях или так вообще. В общем, в принципе, что вот в этом плане хотел я и показать, что очень, короче, ребят, удобно по настройкам управления. Поэтому видите, что у меня стрельба с основного оружия. То есть, все дела из пулемета пробел, как и остался. Огонь и специальное оружие. Вот тут у меня на мышке. Дымовые гранаты я, к примеру, сделал так, как в армате. Да, здесь, по-моему, на джибе, на какой-то другой кнопке было. Постановка дымовой завесы. В зависимости, у кого-то, у какого танка, какие способности. Я поставил две кнопки на F. То есть, к примеру, вы делаете вот так вот. Вот, и смотрите, вы можете очистить назначение. Вот, и назначить две функции, к примеру, дымовые гранаты на одну кнопку, ребят. То есть, вот так вот, короче. И все. Ну, вот, всякий бинокль я себе поставил на Q. Мне очень удобно. Едешь вперед, W жмешь и сразу же, хоп, Q. Вот, переход. Это очень, конечно, удобно. И можно сразу переходить, ребят, из Q на Shift моментально, переключаться. То есть, не надо Q, потом еще раз Q нажать, выйти. А сразу из Q на Shift. То есть, увидели врага, тем более бинокль, он выше смотрит. За холмы хорошо смотреть. И увидел врага, сразу на Shift и сразу выстрел. Правая кнопка, не забываем, правая кнопка на мыши увеличивает тоже прицел. Поэтому Shift мы перешли, правую кнопку мыши увеличили максимально, что только смогли. И левой стреляете. В принципе, ничего прям такого сложного нет. И E, по-моему, самое удобное мне очень. Это огнетушитель, починка танка, артиллерийский удар у меня на кнопке, опять же, на мышке. То есть, самые главные кнопки у меня все под руком. То есть, на мышке, короче, ребят, все у меня вот тут вот сбоку самое главное. И все, Q, E, все рядом. Прям просто вообще рядышком. R там, у меня там на R в данный момент стоит отдача команд всяких разных. Ну, поэтому с настройками, я думаю, вы поняли, как, что, куда. По крайней мере, про траву я вам показал. Что именно это очень удобно, потому что надо высматривать врагов. Здесь они не подсвечиваются. Ну, как бы вот так вот, ребят. Поэтому поехали дальше. Покажу, как, в принципе, в городских картах. На поле это одна тема, и на городских это другая. Желательно на поля вообще, в принципе, не сунутся прям так сильно. Если только вы не суперсветляк, короче. А именно, сунутся туда, куда, в город. Лучше брать точки в город. Вот. Тем более, я советую вам конкретно брать точки. Ребятки в этом, в городе, там уже более-менее на поле вас точно завалят. И, конечно же, сами понимаете, что выиграть вы можете с помощью или убить врагов всех, или забрать точки. Потому что самое лучшее, это брать точки. Не бойтесь, едьте, берите точки. И все остальное. Главное, сильно не подставляться, оценивать ситуацию. Так как за захват точек здесь дают вам, ого-го-го, захватили точку, вам могу дать 11 тысяч. 11 тысяч, просто, короче, так. Львов, это просто капец. И опыта, и всего. Это просто очень огромное количество нормы. Ну, вот так вот, поехали дальше в городскую, скажем так, местность. Так, ребят, как пример, хотел бы показать, как воевать на городской карте. Итак, в первую очередь, в принципе, у всех в курсе, кто не в курсе, то у всех очень миленно поворачивается башня, особенно в РБ. Вот, поэтому перед тем, как выехать, ребятки, обязательно нужно сделать вот такое движение. Повернуть полностью пушку, дальше вот таким вот движением просмотреть, вот таким вот уклоном, видите, нету ли танка или есть. И если он есть, мы делаем вот такие движения. К примеру, представим, вот этот макет, это танк, который надо уничтожить. Что мы делаем? Если мы увидели его, мы переходим в прицел и сразу делаем выстрел. Потому что, ну, естественно, смотреть, куда пушка, если он, конечно, на вас смотрит, то, естественно, не выезжайте. Даже не пытайтесь сделать такую прям супер вертуху. Но при этом, если он там как-то довернет, и сразу же делаем выстрел. Поэтому никаких вот таких вот движений, ребят, забудьте вообще о том, что вы, к примеру, вот едете, едете, потом поворачиваете камеру, о, враг! И вы начинаете поворачивать, и пока вы вернете, короче, вас в 10 раз уйдет. Поэтому в первую очередь это такое полезное движение, которое вы должны заучить именно на городских картах от А до Я. Вот, и обязательно постоянно смотреть, конечно, именно в бинокль, чтобы оценивать ситуацию. Есть враг, нету врага. И аккуратненько, аккуратненько. То есть смотреть внимательно глазами, смотреть, где что-то движется. Вот, скажем так, без опознавательных знаков. То есть здесь, когда, наверное, да, подсвечиваются свои выражения люди. И союзники, и именно в других, видно, что все враг не подсвечивается, все это враг. Поэтому также продемонстрировать такую фишку. К примеру, вот возьмем впереди. Оба, она серьезный пацан. Да ладно. К примеру я вам покажу. Вот стоит враг за зданием. Вот, вот тема, да? Вот маленький, прям навожу на него. Смотрите, что получается. Видите, часть дома, что мы видим? Мы видим вот эту часть. Мы можем максимум видеть его крышу. Но для этого, чтобы лучше оценить ситуацию, куда он смотрит и как, мы переключаемся, конечно же, на бинокль. И смотрите, что получается. И мы уже видим, видите, видим вот этот сарайчик, вот который... То есть, уже большую часть мы видим. Потому что выше расположен бинокль, ребят. Поэтому это очень важно в этом случае, чтобы оценивать ситуацию с помощью бинокля. Вот так вот всегда тоже выкатываемся через холмик. И уже видим. Вот он, вот где-то тут стоит. А если перейти в прицел, ну, то мы, во-первых, ни хрена не увидим. И видим только крышу. Вот эту вот, видите, в прицеле. Крышу только, маленькую крышу. И все. А так вот полностью видим. Поэтому расположение бинокля очень важное, я считаю. Где-нибудь очень близко к кнопке для меня это крит. Вот. Ну, как бы вот так. Так, ребят. Ну что, я думаю, в принципе, в краб... На первых этапах самое интересное такое, более-менее, что полезное я. Это мое личное мнение. Как бы я, к примеру, расставил кнопки. Каждый может подстроить по-своему. Поэтому, мое мнение, независимо от вашего, у вас может другое быть. Вот. Я стараться максимально сделать, чтобы вам комфортно было. Особенно начинающим игрокам в War Thunder. Вот. Тем более, ведут новую технику. Будут дальше, дальше, дальше водить. Все в курсе насчет Абрамса. Может, не в курсе. Поэтому говорю. Вот. То есть, привыкнуть можно к игре. Своеобразная игра. Но не всем подойдет. Поэтому, как бы, вот так вот. Главное тут оценивать ситуацию. Смотреть тоже на миникарты и все остальное. И вы можете получать очень много всего. Поэтому, как пример, я вот сделаю фотографию. Один из моих просто боев. Вот. В котором я там первое место занял. И, как вы видите, в РБ просто целая куча медалей. Охренеть можно. Ребятки. Но. И тут, конечно, кик следованию. Я именно ездил на таких танках, как ИС-2. То есть, это не премиумная техника. То есть, если бы была здесь премиумная техника. То, конечно, с рейтингом 7,7 здесь бы было просто все очень, очень четенько. Короче. Четенько. И именно 5 тысяч опыта к исследованию техники получил. И 50 тысяч денег. Если бы я, конечно, на премиуме ездил танки. Эта цифра была в 2-3 раза больше. То есть, здесь бы было, наверное, я думаю, 15, короче, скорее всего, тысяч к опыту. Где-то так вот. Потому что уничтожено 8 танков. 8 танков в РБ я уничтожил, которые, в принципе, невидимы. Вот. Ну, как бы вот так вот. Ну, на этом, ребятки, в принципе, все. Также хотел еще к дополнению дополнить, что есть, помимо рангов, у танков также есть именно рейтинг вот этот. Видите, вот написано ИС-2, вот на картинке 5,7. Вот вам дают в бой 3 танка. 3 танка, они все должны быть приблизительно там 5,3, 5,7. То есть, именно вот такого. Потому что, если вы будете качать одну линию, надо 3 линии гнать. Вот, как я вам показывал в начале видео, вот, выкачают 3 линии. Вот. Поэтому, что это означает? Вам дают 3 танка в бой. Если вы увидите, к примеру, у вас танк 1,5,7 выкачан, а остальные 2 танка, например, у вас очки накапали за бой, вам предоставляют, вас убили, вы выезжаете на следующем танке, а у вас там танк, к примеру, с рейтингом 2,3 или 3,7. Ну, к примеру. То есть, получится такая фигня, что вы будете против тех людей ездить, с которыми от высшего рейтинга, то есть от 5,7 будет. И ваш 2,3 или 3,7 вы никому ничего толком не сделаете. Просто им похрен будет, что вы там по ним стрелять будете. То есть, выезжать надо однозначно на танках практически одинакового рейтинга. Вот. Ну, как бы все нюансы, которые я хотел вам рассказать и помочь в начале прокачки, я думаю, полезно было. И в плане того, что полгода не надо качать здесь, все качается очень быстро. Лично у меня. И все, опять же, зависит от прокачки от ваших рук, короче. От ваших глаз. Тем более, теперь не так деревья будут блестеть, скоро обновленная графика будет. Все там будет вот так вот, короче, круто. И будет еще лучше. Новые звуки обновленные. Будет бабахать так, что, короче, блин, соседи, если вы влупите в колонку, соседи подумают, что война началась. Поэтому вот так вот, ребят. Все зависит от ваших рук. Чем больше в РБ вы фрагов, короче, захреначите, тем больше вы, скажем так, получите опыта и быстрее прокачаете танк. Как бы вот так вот. Конечно, в АБ, в других аркадных боях, там чуть попроще. Можно там сначала покатать для начала, а потом уже в РБ переходить. Потому что сразу в РБ, как бы, может, сложно будет. Тем более, в РБ танки медленнее ездят. Все медленно поворачивает. Более к реализму сделано. А именно в аркадных боях, там и танки дрифтуют, там и танки ездят, как сумасшедшие. То есть можно повеселиться, поприкалываться пока там. Ну, в общем, выбирать вам. А я на этом заканчиваю. С вами был Император Прайм. Да и пребудет с вами Сила Прайма. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok